Здравствуйте! Вы смотрите программу «Из первых рук» в студии Асель Растангалиева. Вопросы экологии и чистоты нашего города всегда актуальны для нашего города, но летом это особенно остро стоит вопрос. И сегодня, чтобы рассказать об экологических акциях, к нам в студию пришла Айман Сексенова, региональный представитель «Эко-нетворк» в Ак-Тубе. Вот такие вот у вас регалии интересные. Здравствуйте, Айман. Айман, расскажите, пожалуйста, давайте начнем беседовать, наверное, для начала с того, что такое «Эко-нетворк». «Эко-нетворк» — это целый комплекс услуг по внедрению стандарта «Зеленый офис». Это такая услуга, которая помогает раздельно сортировать отходы в офисе и плюс приучить на уровне эко-осознанности бережливое, скажем так, отношение к тем благам, которые нам предоставляет работодатель. А как давно компания в нашем городе существует? Она приехала сюда вместе с моим приездом с октября месяца 2019 года. Не так давно? В общем-то, да. Так, а вот недавно у вас была интересная очень экологическая акция. Да. Расскажите про нее. Это уже, на самом деле, акция была связана с деятельностью в рамках Совета деловых женщин, куда вот как раз я вступила по приезду в город. Сами понимаете, город у нас большой и очень важна поддержка, ну, чтобы масштабировать, скажем так, деятельность. Вот как раз я ее получила в Совете деловых женщин. И субботник, который мы провели с приставкой эко, отличался он тем, что мы все весь собранные, скажем, все собранные отходы поделили по категориям. Там пластик отдельно и алюминий отдельно, а потом это сырье сдали в пункт приема и выручили денег. Сколько денег выручили, если не секрет? Да, это было 510 тенге. Я понимаю, что в рамках нашей деятельности это ничего, но это, на самом деле, ну, приятный бонус. Тот, на который мы, в принципе, не рассчитываем, обычно не берем в расчет. Ну, и понятное дело, что на это много не заработаешь, вы и не пытались. Для вас главное приучить людей к эко-культуре, скажем так, да? Да, все верно. Я правильно поняла? Да, все верно, потому что это совместная деятельность, которая помогает людям в целом посмотреть на те отходы, которые мы производим немножко в другом ключе. Вот в рамках этой акции какую территорию убирали, если можно протяженность, и какой именно участок, и сколько мусора собрали? Мы собрали порядка 35, наверное, мешков, отходов всяких разных. Там был просто мусор, да, который просто нужно было утилизировать. И в основном это были пластиковые бутылки и плюс алюминий, как я сказала. Территория это была вот гора любви. Мы обратились с официальным письмом от Совета деловых женщин к Акимату города. И вот, собственно, ту территорию, которую нам выделили, мы и очистили. Вот было порядка тоже 40 участников, и, в общем, было очень весело и интересно. А кто поддержал? Вот, получается, Совет деловых женщин, вы как региональный представитель Эко-нетворк, а кто-то из волонтеров, может быть, студентов к вам присоединился? Да, у нас было несколько сторон участников. Это были студенты Эко-Арсу, молодые люди, которые более экологически осознаны в этом плане. Потом партия Акжо поддержала в лице ее лидера. Молодцы партийцы. Да, да, вообще молодцы. Потом Ак-Тюбеды Шиев, вот Евгений. Да, он как раз как эко-амбассадор Министерства экологии. Вот. Ну, в общем-то, я прям рада, что такое большое количество разных абсолютно людей я смогла объединить под эгидой Эко-субботника. Так, а теперь будет ли продолжение вот такой экологической акции? Будете ли убирать другие участки или же это мероприятие, но оно будет трансформироваться, то есть в виде круглого стола, а может быть, или других мероприятий? Да, все верно. Я планирую проводить серию прямых эфиров в Инстаграм. Хочу, на самом деле, призвать к диалогу АЗФ, АЗХС. Это непосредственно те компании, которые влияют на качество воздуха, которым мы дышим, в Ак-Тюбеде. Вот. Построить диалог и понять, какие они планируют действия в отношении экологической ситуации и в качестве улучшения ее. Плюс тоже хочу провести прямой эфир с руководством Ак-Булак и вот как раз Ак-Тюбеде Дыши, связанное как раз с качеством вод, водных ресурсов. Вот. Круглый стол мы планируем тоже, хотим поднять вопросы о переработке отходов в городе, тоже с участием руководства перерабатывающих предприятий и городских служб. Вот. Так что целый ряд мероприятий запланировано. Айман, а вот интересно стало. Вы, получается, весь мусор разделили и сдавали, то есть у нас есть пункты приема. А где они располагаются, если не секрет, расскажите нашим телезрителям, потому что, мало ли, вдруг они знают, не знают, куда сдать, но есть такой вот мусор, чтобы его не выбрасывать. Конечно. Есть ресайкл Борге, извиняюсь, ресайкл, нижнее подчеркивание, Ак-Тюбе, инстаграм у них официальный. Это пункты, которые есть в 11-12 микрорайоне на Булха-Ирхана, в жилгородке. И, ну, в общем, у них всего 6 пунктов, я вот везу в эти 3, как правило, и они принимают алюминиевые банки, принимают пластиковые бутылки, ПЭТ обязательно, маркировки, макулатуру, потом вот эти вот ящики из-под овощей пластиковые. В общем, PHD тоже. Я почему поинтересовалась, потому что знаю, что один из таких пунктов есть в 12 микрорайоне, недалеко от супермаркета Дина. И просто думаю, есть ли они в других районах. Да, да, да. Да, вот туда, собственно, и можно. Конечно, вы не выручите за свои отходы большие деньги, да, ну, чтобы изначально люди знали, на что они идут, но зато они отдадут это сырье, которое получит вторую жизнь. И это как раз-таки их будет, скажем так, шаг в пользу будущего, в пользу экономии ресурсов наших природных. У нас в городе достаточно вот таких вот граждан, которые радеют и болеют за наш город, да, за чистоту нашего города. И очень часто и много говорят, и посты различные пишут. Поддерживаете ли вы связь каким-нибудь образом с ними? Да, вот, как я сказала, мы сотрудничаем с Евгением. Да, вот он самый такой яркий представитель как раз в этой отрасли. Есть эко-активисты, эко-арсу, как я уже сказала, да, вот это вот молодежное звено, они прямо молодцы. Ну, собственно, вот еще есть просто люди, которые мне пишут на Инстаграм, зная и отслеживая мою деятельность, которые там обращаются как раз вот в плане сортировки отходов, если у них возникают какие-то вопросы. В целом мне нравится то количество вопросов, которые я получаю в директ. То есть на самом деле просто какой-то информации, наверное, нет у народа не потому, что они не хотят этого делать, а просто вот доносить эту информацию тоже важно и полезно. Вот. Айман, еще один такой вопрос. Он немного, может быть, прозвучит как-то так критично или же грубо. Вот, глядя на нас, наши телезрители, наверняка задаются вопросом. Сидит красивая девушка, знают вас также еще и как стилиста в нашем городе. И часто возникают такие суждения у людей. Ну, зачем? Вот вы ведь не мусорили, должны убирать мусор те, кто мусорил. Оставляют мусор, вот пусть они и убирают. Почему мы должны за ними брать? Ну, это, может быть, особо брезгливые, не знаю, люди так рассуждают. А что по этому поводу думаете вы? Я думаю, что мусор не мой, но планета моя. И для меня это некая такая вот социальная ответственность. Это личная моя инициатива и гражданская позиция такая активная. Потому что я считаю, что, ну, есть такое очень знаменитое выражение среди таких же борцов за экологию, как я. Мы не получаем эту, мы, точнее, мы не наследуем эту землю от наших предков. Мы берем ее в аренду у наших потомков. И, собственно, конечно, для меня важно качество жизни, которое я оставлю для своих детей. Вот. И, конечно, я, собственно, этим делюсь другими. И, как видите, это заразно. Очень верное осуждение, да? Ну, в любом случае, приходишь, это мы, когда рассказываем, и из ваших уст это слышится, что это было интересно, да, и так далее. Это так красиво на экране выглядит, да? Но на самом деле там, на горе любви, в этой жаре, под сутцепеком, и, естественно, это грязные мешки, и там, и мусор весь, который вы поднимаете, и пыль. И лишь попить, наверное, воды хочется, и дальше продолжаете собирать. Все это, на самом деле, в реальности выглядит совсем по-другому. Конечно, безусловно. И, вы знаете, когда я только приехала в город, я прямо ходила, делала аудит наших мусорок, да, вот эти вот оранжевые контейнеры и так далее. Я туда прямо залазила, мне было интересно, пользуются ли люди этими девайсами, да? В общем... Посторонние, наверное, смотрели на вас очень странно. Да, для них было очень непонятно, потому что я там приезжаю, ну, по мне видно, что я не просто так интересуюсь этим. Ну, и, в общем-то, такой когнитивный диссонанс, конечно, это у людей вызывало и до сих пор вызывает. Потому что я даже, идя в какие-то новые компании с людьми, знакомясь, говорю, если вы видите меня около мусорки, пожалуйста, не удивляйтесь. Ну, вот как бы так. Собственно говоря, на мою самооценку какую-то, да, там, вот деятельность в сфере как раз стилистики, это никак не влияет. Стиль для меня это, ну, скажем так, некое мое хобби, которое уже давным-давно стало частью меня и моей жизни. Но это не значит, что я не могу быть одновременно экологически ответственным и активным в этой отрасли. Прямой эфир немного у нас поджимает, конечно же, но все-таки последний вопрос мне бы хотелось задать. Как вы думаете, какую методику следует применять для того, чтобы все-таки воспитать у людей вот эту вот экологическую культуру, правильную экологическую культуру? Я думаю, что нужно просто делиться знаниями, это очень легко применимо в любом доме и в жизни каждого, адаптируется абсолютно просто. И я планирую расширять свою деятельность через, в том числе, Инстаграм, да. Это очень просто, поверьте мне, надо просто начать захотеть сделать что-то по-другому. Вот и все. И люди пойдут именно на этот заряд, на эту энергию поддержат? То есть у нас у всех есть дети, и я думаю, никому не хочется, чтобы они жили на свалке, ну, условно говоря. Спасибо огромное. Мне в первую очередь хочется поблагодарить не только за то, что вы пришли, уделили время и внимание нам и нашим телезрителям, но мне хочется в первую очередь поблагодарить вас за ту деятельность, которую вы ведете, такую правильную, грамотную. Надеемся, что ваша инициатива, она будет заразная, и рассчитываем на то, что за вами пойдут люди. Спасибо вам огромное. Благодарю. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, а я напомню, сегодня у нас в гостях была Айман Сексенова, региональный представитель Эко-нетворк в Актубе. Сегодня говорили об экологии и о чистоте нашего города. До скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП. ТО КТП.